Дамы и господа, и с вами здравствуйте. С вами центр индустрии Симонс. Меня зовут Рахид Фанрей. И мы с вами вновь беседуем про срочный рынок. Так, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос в чат. В правой нижней мере вашего экрана. Запись мероприятий можете посмотреть на нашем канале на YouTube. YouTube.com.sager.br.kf. Адрес на ваших экранах. В принципе, я думаю, что эти вещи с таймером, в основном полностью согласитесь, отражает, скажем так, название брифинга отражает текущаяся таймерика ничья. Ни вашим, ни нашим, ни там, ни нигде. В общем, болтаемся от сверстной границы к нижней. И если мы посмотрим на объем ответных позиций за изменения за неделю, очень четко виден прирост. Прирост путов, что, в общем-то, вполне логично. Но, конечно, в отчетничьих условиях, нам так помогли очень небольшие объемы. Идей на рост, даже на растущей нефти у нас нету сил. У покупателей тоже как-то пока не осталось. Поэтому, поэтому пока покупателей нет. В общем, в основном медведи присутствуют на рынке, что выражено в росте путов. Конечно, движение пока у нас особо не развилось. Но, тем не менее, на мой взгляд, риски снижения у нас пока преобладают по сравнению с ростом. Рост у нас Тинталсет. Перед вами фьючерс на индекс РТС, часовой график ХАИ. Что до прошлой недели на прошлой неделе переписали. Ну и сейчас ключ у нас остался в том самом старом коридоре, который мы с вами уже обсуждали, 144 тысячи пунктов. По этому контракту у нас так остался ключевой уровень, с которым цена не болтается. И так все и остается на прежних уровнях. Волотенность растет, как обычно, в понедельнике, может подрастать. Да, хотя, ну, не только за понедельник, но и за счет некоторого снижения было в начале этой недели. На мой взгляд, не вполне оправданно, но мы могли бы, в принципе, подрасти как-никак. А остальная нефть – это хороший знак. Помимо нашего отечественного рынка снижения и реальной ожидаемой волатильности у нас на минимумах по фичерсу на S&P. Видите, VX у нас вообще по низам, в принципе, для покупки топ и снижения рисков отличная идея. Ну, и золото, которое у нас там в прошлой неделе продал неплохую реальную волатильность, опять же, сейчас ожидаемо не падает, в связи с тем, что рост цен на этот актив замедлился с приближением к техническому уровню 16.80. Да, ну не 16.80, а скорее 16.70 – 16.75. Вот, поэтому есть уже возможность, если бы кто открыл позицию по золоту, по колам проралировать их и, может быть, даже сделать спред на уровне 170, о, прошу прощения, 1700 – 1725 на продавать коловку. Может быть, совсем закрыть позицию. В пятницу мы с вами не обсудили портфель. Я думаю, что это достаточно интересный момент, поскольку у нас работало как сигнал на рост, так и сигнал на падение. Последний раз, когда мы с вами обсуждали, у нас был сформирован с одной стороны, с нижней стороны, медвежий спред на 140-135 путах. Ну и сейчас мы видим временный распад. Конечно, не нравится это дело. Параллировать пока эти опционы особого смысла нет. Практически половина от максимальной прибыли по прошу прощения максимального убытка у нас сейчас на временном распаде и снижении ожидаемой волатильности сложилось. В принципе, в такой ситуации можно, во-первых, сократить часть портфеля и, во-вторых, усилить позицию по проданным путам для того, чтобы компенсировать убытки по типущей позиции. То есть нужно продать или 135-й, или 130-й. Ты кому как больше нравится. Так, вот эта картиночка со 130-ми. Вот эта картиночка вот так. Это 135-й были, это 130-й. Ещё раз. Вот как-то так будет. Точка без убытка у нас дальше. На 130-ти слева дельта у нас в данной ситуации с точки максимальных прибыли будет где-то 1,3, соответственно, гарантийное обеспечивание как на примерно 2 фьючерсных контракта по этому спреду будут. Ну и плюс необходимо, конечно, учитывать плавающий ответственный рационный номер, который у нас сложится в случае падения рынка. Кто не верен в своих силах, не хочет подвергать левую часть своей позиции дополнительному риску, который у нас сложится в случае падения цены базового актива, то можно, в общем-то, оставить всё как есть, подождать дальнейшего развития событий и компенсировать свои расходы на приобретение путок через дополнительную продажу пролог. В случае падения цены базового актива можно дополнительно усилить позицию пытания. как вариант. Ну, то, что я показал, то, чего я дальше буду писать, это частичная фиксация убытков, где-то в половину сократить позицию и усилить позицию по проданным 135 путам. В дальнейшем уплаты можно возвращать при пробитии нижней границы бутовика, подключившуюся на индекс РТС. Первый вариант развития событий. Второй вариант развития событий, когда у нас цена пошла наверх и на открытие коловой длинного бычьего, да, бычьего в этом случае спреда, у нас также за счет временного распада накопление плавающих убытков где-то на третью позицию. Пока я даже не знаю, тут особо делать нечего. Можно только усилить при большем желании перекос спреда и продать еще 155-ых колов для компенсации расходов на приобретение колов. Будет вот прям такая комбинация, точка без убытка у нас справа на 157 тысячах пунктов и в принципе при росте рынка можно добавлять и 145-ые колы и 150-ые, ну 150-ые там особо можно добавлять, но при росте выше верхней границы добавлять 145-ых колов для выравнения позиции А и для того, чтобы изменить направление движения по тренду, по тренду, точка. Вот. В общем то, что мы можем сейчас сделать портфелем, да, ситуация для покупки в латинстве становится не самым лучшим образом, но различные телодвижения для модификации портфеля могут значительно снизить наши риски и соответственно моделировать выпки хотя бы частично. Поскольку рынок у нас сейчас как жадеб режима, вопрос только в том, когда он выстрелит. Если кто еще пока не входил в рынок, ну мои рекомендации могут быть, скажем, по продаже, по продаже колов на страйках где-то 150-155, то есть чуть повыше, чем текущая цена. На страйк на 2 выше. В этой ситуации мы получаем прибыль за счет временного распада этих опционов. Ну а в случае роста семейного отзыва актива можно будет хеджировать свои позиции через покупку фьючерсов или опционов с более близким страйком. Ну, в частности, продажа 155 кола у нас будет, ну, как раз просто не покрыта, у нас будет выглядеть вот таким вот образом. небольшой прирост прибыли, но достаточно высокая вероятность главное продержаться в течение трех недель до экспирации, поскольку у нас как раз остался 21 календарный день до истечения сентябрьских опционов и фьючерсов на индекс РТС. Так, в общем, вот основная информация, которую я хотел до вас донести. Сегодня чтите, что все наши обзоры представлены исключительно на инвестиционных целях, все решения вы принимаете самостоятельно, но свои комментарии по нашим рекомендациям мы даем и моральную ответственность как не внесем. Я еще некоторое время в своем чате. У кого нет вопросов, всем спасибо за внимание. Рад был вас снова всех видеть. Удачно надо торговать неделю, начать торговую неделю, скажем так. Всем всего хорошего, спасибо за внимание. Спасибо, что были с нами, присоединяйтесь к нам в это же время. Ну, лично ко мне в 13.00 в среду пообщаемся на тему сообщественного рынка. Всем всего хорошего, до свидания.